Баби-бомб в Васильевском зоопарке, это Запорожская область. На днях там родилось четверо львят и столько же персидских леопардов. Кто нянчится с малышами в зверинце, где живет более 30 хищников, расскажут наши корреспонденты. Чтобы накормить этих проворных котят, у хозяина зоопарка в прямом смысле не хватает рук. За бутылочку с молоком здесь не детская борьба. Вот это уже хищники с первого дня от рождения. Они уже друг друга расторапывают морделя. Они уже, каждый из них, сейчас хочет с кем-то подраться из-за еды. Впрочем, говорит Александр, когда маленький хищник сыт, он куда покладистей. Для того, чтобы они были более социальными, их нужно выкармливать самим. То есть три недели их кормила мама, и эту же неделю кормим мы. Ну, слово кормим, это как-то, видите, с боями происходит. Эти персидские леопарды не единственное пополнение в зоопарке. На грудном вскармливании сейчас четверо львят. Характер у них поспокойнее, можно и на руках подержать и погладить. Но недолго. Ну, вот реально 2,5-3 месяца, это просто маленькая катастрофа становится. Они не понимают, что у них большие царапучие прыгают на голову, там царапаются, кусаются. В общем, становится уже чем-то неуправляемым и страшным. А пока, конечно, няшечка. Александр Павловиченко и его Центр реабилитации диких животных прославился 7 лет назад. Тогда, в августе 2011-го, он на месяц ушел жить в клетку хищникам и принял роды у львицы. Цвета экрана, смотри. Смотри, какой лев. Всего в этом зоопарке родилось уже более 60 львов. И это не считая десятков других хищников. Питомцы из Васильевки живут в Турции, Иране, Арабских Эмиратах, Франции. Возможно, Украину покинет и этот львенок, когда подрастет. А пока ему нужен тщательный уход. Вот, например, ежедневный педикюр. И вот он, вот так вот, аккуратненько ему подтачиваем. Конечно же, ему не очень нравится, ему хочется бегать, а тут такие процедуры, как у всех маленьких деток, это не в плане, да? День-два, и в Васильевском зоопарке будет новое пополнение. Приплода ждет еще одна пара львов. Андрей Кровец, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности, телеканал Интер, Запорожская область.